жара лето хорошее место себе выбрали гастерии хаворти и сансеверии вернее как выбрали конечно я их поставила на такое место у нас сейчас очень-очень жарко они находятся вот под такой притеняющей сеточкой плюс еще виноград виноград конечно спасает спасает излишнего солнечного тепла растение чувствует себя отлично вот как растут тахаворти приобретенная давно магазине просто в магазине не у коллекционеров а просто в магазине конечно бывает так что зайдешь магазин за какими-нибудь товарами удобрениями там или землей попадается вот такие голландцы но как можно пойти было мимо конечно можно нужно было приобрести меня три таких голландца они уже конечно выросли я их не такими большими приобрела это сорт называется монстон лунный камень он прям хорошо пошел такой крупненький жирненький такой разознается еще дальше растет это айс сити айс сити немножко коматозит наверное сбросил корни ничего листики вон серединке хорошие значит уже корни дает а это называется кристалл бал кристальный хрустальный шар тоже очень красивая хаворти конечно я если в коллекции приобрела ну и конечно появляются периодически разные новинки приобретенные то у коллекционеров то в каких-то группах вот конкретно новиночка это новая гастерия без имени без сорта просто приобретена в группе по закупкам растений еще одна гастерия вот это это гастерия нети до маргината я снимала видео о распаковке как она приехала ко мне вот она уже так немножко под загорела хоть под претеночкой но все равно у нее серединка была немножко так эти алированная то есть мало хлорофилла было видно на в темноте была долго тянулась как бы не хватало и света и тут сразу на наше южное солнышко ожога нет но подрумянилось немножечко вот еще какие у меня новиночки друзья я очень рада этим приобретениям это сансивьерия сансивьерия халли сильвер бет еще одна сансивьерия тоже халли но только пинк бет очень интересные такие бананчики розовые розоватые давно я хотела себе в коллекцию эти толстенькие сансивьерии и вот мне попалась удачная закупка конечно я пополнила свою коллекцию этими красотами буду теперь растить но конечно аппетит дальше разыграется а дальше играет и хочется себе еще теперь синус например или арушу или что-то типа того это сансивьерия пфистери она уже адаптировалась она уже пошла в рост она уже себя хорошо чувствует вот посмотрите как она раскрыла свои листики они были сложены лодочкой когда я получил ее в посылке сейчас они уже растопылились раскрылись она пошла в рост и даже вот эта засушенная леди гага которую я получала тоже она разошлась уже пошли вот у нее молодые листики вот они пошли тоже она пошла в рост и все с ней хорошо а это сансивьерия фишери тоже растет пока ростков вокруг нее не видно но сама розетка хорошо себя чувствует все с ней хорошо вот такая коллекция коллекция растет пополняется конечно новыми экземплярами и старые прекрасно себя чувствуют вот такая красивая гастерия мне очень нравится гастерия пиланси гастерия пиланси ки аруи или ки атуи как то так она называется вот она цветет собирается цвести пусть пока процветет посмотрим я хотела бы его как с кем-нибудь опылить с кем-нибудь интересным но пока цветет только она я бы хотела с каким-нибудь вот таким беленьким и опылить с каким-нибудь вот таким интересным толстячком беленьким но пока он не цветет так что будем ждать пока пускай просто цветет как ей хочется до сан auto чки мои которые старенькие тоже растут недавно немножко заменила им землю смотрю у некоторых появились новые ростки, но они пока еще в глубине, как бы горшок не лопнул. Сансимьерия любит такие вещи, как ломать горшки, когда им все хорошо. Пересаживала некоторые гастерии, получили горшки побольше. Вот такая полосатость получила горшочек. Ну и дальше тоже. Вот эта сансочка тоже очень вызвала много споров. Когда я снимала видео про сансимьерий, что это за санса, я сама засомневалась. Полезла искать, но так в конце концов я не нашла. Получала я ее как Хорвуд. Получала я ее у девушки, которая занимается тоже, как бы коллекционирует сансимьерии. Хорвуд. Сказала Хорвуд. Но вот у меня вот эта сансимьерия. Посмотрите, вот какой лист у этой сансимьерии. Он такой матовый, не блестит. Шершавый такой на ощупь. Красная кайма присутствует. Вот такой заостренный кончик. Вот такой вот другой. Это лист более старший. И вот эта сансимьерия. Эту сансимьерию я вообще получила без названия. Я думала, что это макрофилла. А мне говорят, что это Хорвуд. У меня два клона. Как бы я разделила просто. Оставила себе деленку. Сейчас покажу, как выглядит деленка. Может кто-то мне скажет, что это за зверь. Вот. Это та же самая сансимьерия, что я показывала до этого. Вот эта деленочка от нее. Похожа она на Хорвуд или похожа она на макрофиллу? Я уже даже запуталась. Кто из них кто? Вон земля поднимается. Видно, там лезет росток. Детка. Вот такая санса. У нее очень толстые тоже лисья. Прям такие, ух, аж не согнешь. Красота прям. Люблю такие. Ну так, в общем, кто из них Хорвуд? Кто из них Хорвуд? Пока что у меня они... Оба Хорвуды пускай будут. Может быть разные виды Хорвудов. Но посмотрим. Не знаю. Но в любом случае, листья у них точно разные. И на ощупь разные. И по рисунку отличаются. Ну не знаю. В общем, будем смотреть дальше. Что это за звери такие у меня. У меня таких санс две. Так что вот. Люблю санс, да. Это сильвер блю. Кирки. Самая такая известная. Тоже очень нравится мне она. Очень такие жирные листья у нее. Красивого цвета. Это кирки Копертон. Браун. Паучок. Заплел ее уже. Она прям хорошо пошла детками. Очень много у нее деток. Вот так хорошо растет. Вот это сансивьерия. Крокодилорог. А получала я ее как синус. Представляете? Вот так вот. Был коллекционер. Вернее, был, есть. Женщина. Живет она. Не помню. Не помню. Где-то она. Где-то в Сибири живет женщина. Тамара ее зовут. И вот она прислала мне сансивьерию. Назвала ее синус. Это совершенно не синус. Долгие поиски, долгие расспросы коллекционеров в конце концов привели к общему знаменателю, что это сансивьерия крокодилорог. Вот так она растет кучкой. Невысокая, компактная, толстые жесткие листики. И вот такой интересный у нее окрас листа. Видно, нет? Плохо видно. Ну, вот здесь виднее. Вот такой окрас листа. Характерный для крокодила. Вот хавортия тоже красивая. Пересадила недавно ее в этот горшочек. Поставлю потом на видное место. Пересадила в керамический горшок. Хотя керамику не сильно как бы уважаю, потому что, ну, тяжелая все-таки керамика. А учитывая, что все растения у меня кочуют. То есть кто-то в подвал на зимовку, кто-то в дом. А потом все это дело обратно туда-сюда. А это керамика. Если бы это все было в керамике, представляете, вот это все, если бы оно было в керамике, это как бы надо было таскать. Это грузчиков нанимать нужно было. А таскаю я в основном сама. Потихоньку-потихоньку. Но таскаю сама ящиками. Что-то штучно, что-то ящиками. Конечно, тут спину надорвать только так можно. Поэтому пластик для меня это выход. Вот, пускай будет пластик. Пусть не так нарядно, как, не так дорого и эффектно, как в керамике. Но, извините меня, для меня главное все-таки растение. А уже на втором месте горшок. Поэтому, если выбирать, что купить, красивое растение или красивый горшок, я куплю, конечно, красивое растение. А потом уже будем подбирать какой-то подходящий горшок. Но некоторые сидят вот в этих черных горшках. Ничего, потом пересадятся. Можно поставить как в кашпу и все. Но керамика просто это не мой вариант. Очень тяжело. Потому что постоянно нужно таскать. Ну, не постоянно. Весной и осенью. Весной и осенью мы катаемся на моей спине. Здесь полянка моих гимнокалициумов. Это все я вам показываю то, что стоит у меня в беседке виноградной. Гимнокалициумы я тоже не выставляю. Это слишком яркое солнышко. Вот какая прелесть раскрылась. О-о-о. Жалко, камера плохо передает. Вот у него такие интересные по расцветке лепестки. Прям коричнево-бежевые. Вот на камере они светлее почему-то показываются. Прям как-то выцветают. Вот. Вот сейчас немножко похоже. Как они в реальности. Реально коричнево-бежевые лепестки у этого гимнокалициума. Это какой-то гибридик. Он такой свекольного цвета сам кактус. И вот такие интересные у него цветки. Только первый день он сегодня раскрылся. Красавчик. Вот. Так что гимники у меня здесь стоят. Солнце попадает сюда. Утром немножко в обед. А потом чуть-чуть вечером. Вот тоже гимник. Это Анизитси раскрылся. Вот этот тоже красавчик. Люблю гимнокалицию. Мне кажется, слишком много не собираю их. Вот только те, которые прям вот понравились. Вот это есть семян растут. Сеянцы растут медленно. Ну ничего. Интересное будет потом посмотреть. Здесь часть моих агав. Здесь часть моих агав. Ну в основном здесь такие красивые, которые вот хочется чаще любоваться, чем другими. Патони варригатная. Зеленая патони. Еще одна варригатная патони. И лист от винограда, который свалился на нее. Вот такие карликовые агавки. Здесь деточки, которые отсажены на укоренение деточки. Ну вот такая красивая, колючая, хищная красота. Вот агава Никельси, Фердинанди Регис. Кто-то у меня спрашивал деточку от этой редкой агавки. Вот растет деточка. Я потеряла переписку. Где я переписывалась? В Одноклассниках или ВКонтакте? Ну в общем, если кто-то видит, узнайте себя, что вы хотели деточку. Напишите мне. Я думаю, что к осени можно будет ее отделить уже. Такая Фердинанди Регис. Другие агавки. Вот эта деточка. Вот от этой агавки. Я себе оставила. У меня такая фишка. Бзык или как называть, не знаю. Но от растения, которое мне очень нравится, первую деточку я оставляю себе. Оставляю себе. Чтобы у меня было два растения. Потому что хочется, чтобы было больше. Потому что то растение я получила уже взрослое. И где-то оно было, может, неправильно выращено. Где-то что-то было не так. Какие-то косяки. Хочется вырастить самой с нуля. С маленькой-маленькой деточки. Вот это тоже деточка. Это агава. Вот эта. Эстменсис, по-моему, называется. Вот такая агавка. Я уже не помню сейчас название. Надо было подписать. Я ее, как всегда, думаю, на память запомню. А потом, когда надо, быстро и не вспомнишь. Вот мои агавушки. Сейчас покажу вам еще одну агавку. Последнее приобретение. Вот она, моя красавица. Очень давно себе хотела эту агаву. Это агава. Титанота. Быстро хотела сказать, как я язык заплелся. Агава титанота с темным шипом, с темными колючками. Она такая шикарная на фотографиях, взрослая. Когда показывают взрослые экземпляры. Ну, просто шикарная. Мне неинтересно получать сразу взрослые растения. Ну, и, конечно же, они очень дорогие. А это маленькая и небольшая деточка. Вот она, с моей ладошкой. Маленькая. Будет расти. Будет расти в моих условиях, при моем солнце. Буду надеяться, что она покажет всю свою красоту. Это вот титанота варегатная. Когда ее продают в группах, пишут банан пил. Но, как выяснилось на моем личном опыте, она что-то не очень хорошо себя чувствует на зимовке в подвале. Поэтому я ее буду дома зимовать. До этого она у меня прекрасно дома зимовала. И прекрасно себя чувствовала. А после зимовки в этом году в подвале, посмотрите, что стало с ее варегатностью. Вот такие у нее стали бяки. Как будто подсохла варегатность у нее. И я ее дома буду оставлять, потому что зачем мне портить растение, когда оно должно меня радовать своей красотой. А тут какая-то бяка получается. Поэтому будет зимовать дома. Эту тоже пока оставлю дома. Понаблюдаю. Дальше будем смотреть. Она не варегатная, но на всякий случай пока оставлю дома. Вот это у меня еще детский сад и хенопсисов. Подрастает, рассадила мелочь. Знаете, бывает неудачный день или неудачный день посадки, или лунный календарь не в ту сторону повернул. Либо грунт не зашел, но вот этим маленьким как-то всяком им год. Им год, и они вот такая мелочь. Почему они не росли, я и не знаю. Я их уже нентарной кислотой обрабатывала. Думаю, что им не так. Ну вот сейчас я пересадила их в абсолютно другую смесь. Я добавила сюда не лесную землю, а луговую землю. Добавила кирпича, перлита побольше. И рассадила в большую емкость. Посмотрим. Буду надеяться, что они придут в себя. Но что им было не так. Вот весь посев. Это я покупала у Елены Баданиной. Тут разные розовые, ярко-розовые, малиновые, гибридные хинопсисы. Ну почему-то они так дико тормозят в росте. Прям дико. Я прям не знаю, что с ними такое. Почему они так тормозят. Ну вот такие дела, друзья. Как себя чувствуют мои суккуленты. В нашу жару. Кактусики мои под укрытием. До самого вечера я не буду снимать, потому что адская жарища. Адская. Ну вот так вот, друзья. Всем хорошего дня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok